Заснежило, как в Сарове борются с последствиями потепления и снегопадов. На больничной по телефону новое правило оформления листа нетрудоспособности. Зимние Олимпийские игры в самом разгаре. Болеют ли саровчане за спортсменов-земляков? 40-45 единиц техники выводят на очистку улиц ежедневно. Из них порядка 18. Это машины, которые вывозят снег. По ночам на дорогах работают до 10 единиц техники. В две смены трудятся 55-60 дворников и дорожных рабочих. А пришедшие в регион снегопады вынуждают усилить этот график. Дорожно-эксплуатационное предприятие при выпадении большого количества осадков выводит на очистку всю имеющуюся технику и всех своих работников, которые задействованы на очистке. По нормативам привести все дороги в порядок необходимо в течение 17 часов после окончания снегопада. Однако уложиться в срок получается не всегда. Сначала приводят в порядок дороги первой и второй очереди, магистрали, по которым идет основной поток транспорта. А вот дороги третьей очереди, въезды, автомобильные стоянки и узкие тротуары остаются занесенными чуть дольше срока. Связано это с банальной нехваткой рабочих рук. ДЭП, как и прочие городские организации, не обошел стороной коронавирус. Просим отнестись с пониманием наших граждан, потому что люди работают и днем, и ночью стараются работать. И первоочередные места, где нужно очистить, именно чтобы проехал транспорт, и чтобы прошли на работу, и остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, стараются очищать в первую очередь. Где какие-то недоработки, звоните в департамент, будем работать. Если вы видите, что какой-то участок улицы требует очистки от снега, вы можете сообщить об этом по телефону 9-77-54. А вот зона подъездов многоквартирных домов – это ответственность управляющих компаний. Именно они следят за состоянием и дворов, и кровель. Центр ЖКХ на уборку крыш выводит ежедневно от 45 до 55 человек. Есть утвержденный график очистки, но он корректируется в соответствии с погодными условиями и жалобами жильцов практически ежедневно. Может быть частная ситуация, что запланирован дом по улице такой-то, номер такой-то, а по факту сегодня люди работают на другом объекте. Потому что там, ну, скажем, за ночь, либо за предыдущее время выросли сосульки, образно говоря, которые угрожают безопасности пешеходов. Если особенно страна прилегает к тротуару, то, естественно, мы плановую очистку по этому дому, который в графике, на сутки откладываем. Утвержденных нормативов, какие сосульки опасны, а какие нет, не существует. По словам Константина Зайцева, каждую ситуацию оценивают индивидуально. Ежедневные обходы проводят и специалисты Центра ЖКХ. Сообщить о наледи на крыше могут и сами жильцы. Бывают большие, которые угрожают жизни. Звонить нужно срочно по телефону 93333, если мы что-то пропустили визуально. Потом бывают сосульки, которые находятся в тех зонах, где пешеходы не ходят. Там, конечно, нужно оценивать визуально, потому что 10-20 сантиметров, но это не сосулька. А есть еще одна категория сосулек, те, что образовались на самовольно установленных жильцами козырьках балконов. Это уже частная собственность, следить за ней должны владельцы квартир. Впрочем, если ледяной нарост достигает критических размеров, управляющие компании все-таки его сбивают. Отвлекая людей с работы на других объектах. Поэтому сотрудники центра ЖКХ напоминают собственникам квартир. Если вы установили подобный козырек, его необходимо узаконить. А после заключить договор на его обслуживание. Знаковым событием для всего региона стало решение о создании Национального центра физики и математики и открытие в его рамках филиала МГУ в городе Сарове, который готовит специалистов для госкорпорации «Росатом». Почему филиал МГУ открыли именно в Сарове? Отвечая на этот вопрос, заместитель директора Григорий Качалин отметил, что в нашем городе еще со времен атомного проекта жили и работали выдающиеся ученые со всей страны. Но сейчас эти люди уходят, и необходимо кому-то передать уникальный опыт. Филиал МГУ, который соединяет классическое образование с возможностью исследовательской деятельности на уникальных установках передового научного центра, позволит сократить дефицит кадров для высокотехнологичных специальностей, связанных с атомной отраслью. Это был продуктивный год. Вместе с Григорием Качалиным итоги года науки и технологий подвели руководители ведущих нижегородских вузов и региональный министр образования Ольга Петрова. Наука, по ее мнению, должна стать неотъемлемой частью нашей жизни и останавливаться на достигнутом в 2021 году нельзя. Хотя и список достижений поражает. Множество выигранных грантов в рамках научного образовательного центра. Широкая стипендиальная поддержка. Открытие дома для совета молодых ученых. Усиление нижегородского Сириуса. И даже наши большие проекты, которые мы реализовали, такие как студенческая весна, грандиозные события и мероприятия, с которой мы стартовали все празднования нашего 800-летия Нижнего Новгорода, мы смогли туда интегрировать блог для наук и молодежи, показав, что студенты все одинаковые, те, которые танцуют, поют, те, которые пишут и являются участниками лабораторий. По словам Ольги Петровой, в год науки была проделана большая работа. Так, регион поднялся сразу на 10 позиций в рейтинге Рособранадзора по управлению качеством общего образования. В рамках флэшмоба «Семейный пешеходный переход» родители и дети могут помочь коммунальщикам расчистить подходы к пешеходным переходам около дома или школы, убрать снежные валы, почистить дороги вдоль бордюров. Отчет о проделанной работе необходимо прислать в формате фото или видеоролика не более 40 секунд. Флэшмоб «Семейный пешеходный переход» стартует 12 февраля. При проведении данного флэшмоба необходимо проявить, скажем так, внимательность. Ни в коем случае не выходить на проезжую часть при очистке пешеходного перехода. Желательно использовать для этих целей лопаты. И вот эта дорожка, которая будет очищена к пешеходному переходу, ее нужно необходимо зафиксировать с помощью средств фото или видеофиксации. Флэшмоб «Снежный дорожный знак» сотрудники ГИБДД проведут 26 февраля. Здесь детям и родителям понадобится фантазия и смекалка, чтобы слепить из снега и льда любой дорожный знак. Например, пешеходный переход «Осторожно, дети!» Для этого можно использовать различные краски и другие подручные материалы. Фото и видеоработа присылать к нам на электронную почту. И уже и мы их оценим. И данная работа будет направлена в управление госавтоинспекцией. И по результатам конкурса, который будет проведен, дети и их родители будут, скажем так, награждены соответствующими наградами. Для участия в конкурсе фотографии или видео нужно разместить в группе ВКонтакте ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО Саров в комментариях под закрепленной новостью конкурс семейных флэшмобов или прислать работы по электронной почте 4 февраля Министерство здравоохранения РФ поручило регионам определить порядок и критерии дистанционной выписки больничных листов. Поскольку инструкции из области пока нет, приказом главного врача в Сарове эти критерии определят самостоятельно. Так, например, те лица, которые болеют в легкой форме и не требуют особого лечения, могут позвонить в колл-центр и поликлиник. Напомним, в первой поликлинике это номер 95511, а во второй – 95252 и 95262. Им без осмотра врача выпишут больничный лист на 7 дней. Больничный лист, с учетом того, что нет ни ПЦР-теста, будет диагноз звучать как респираторное вирусное заболевание. И как только 7 дней закончатся, ему позвонят, спросят его состояние. Если нормальное его состояние, то автоматически больничный лист закроется. Если он плохо себя чувствует, то его пригласят на прием в поликлинику. Многих сыровчан также волнует вопрос своевременного обеспечения лекарственными препаратами, рассказала Вера Маслова. Противовирусные средства для бесплатного лечения на амбулаторном этапе в наличии есть. Их либо передает врач, который проводит осмотр, либо привозит волонтеры, которых привлекли для помощи медикам в этот непростой эпидемиологический период. Нагрузка на поликлиники сейчас колоссальная. На сегодняшний день, конечно, с учетом того, что у нас очень большая посещаемость поликлиник, для этого выделены дополнительно дежурные врачи по приему тех пациентов, состояние которых позволяет им прийти в поликлинику. То есть у них температура ниже 38 градусов, более такой молодой возраст, они могут позволить им прийти в поликлинику. Изменения в санитарно-эпидемиологических правилах обусловлены ростом числа заболевших, которые переносят болезнь в легкой форме или даже в бессимптомной. Чаще стали заражаться дети и молодые люди. Сейчас во многих регионах доминирует именно штамм омикрон. В таких условиях теряется смысл изолировать контактных, пояснила Вера Маслова. Вирус очень быстро к нам приходит, также быстро из организма уходит. И человек, он заразный в основном несколько суток. Поэтому считается, что после семи дней от начала заболевания человек уже не становится заразным. Также теперь не берут контрольный ПЦР-тест, поскольку после семи дней человек уже не заразен и не может быть разносчиком инфекции. Основной наплыв звонков в поликлинике, как правило, по утрам. Лучше звонить в дневное или даже вечернее время, поскольку колл-центры работают до 21.00. Напоминает Вера Николаевна. Для выписки или оформления больничного во второй поликлинике выделен отдельный телефон. В сентябре 2020 года Светлана Романова создала волонтерский кинологический отряд. Добровольцы помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Выгуливают собак, проводят консультации с хозяевами питомцев, обеспечивают четвероногих друзей необходимыми товарами, едой, лекарствами, игрушками, а также доставляют больных животных в ветеринарные учреждения. Если что-то у вас случилось, не обязательно вы заболели ковид, то можно обратиться к нам. Ну, конечно, тоже хотелось бы людям напомнить, что мы не занимаемся пристроем животных, потому что звонки тоже поступают. Мы занимаемся именно, помогаем людям, которые владеют животных, вот именно этой категорией граждан, мы помогаем. В пристройстве животных, в ловле животных мы не занимаемся. Как рассказывает Светлана, звонков поступает много, в основном от людей, больных ковидом. Истории самые разные. Есть люди, которые с благодарностью относятся к помощи волонтеров, а бывают и те, кто злоупотребляет добром. Бывают, например, ситуации такие, тоже позвонил мужчина, что он заболел ковид, что, значит, ему надо помочь погулять с собачками, собачкой. Человек к нему пришел, а владелец ушел в загул. Это все закончилось хорошо. Неприятный случай был, когда тоже волонтер гулял, гулял, все было нормально, потом пришел, а собака, значит, открывается дверь, собака выкидывается в подъезд и говорит, я собаку не заводил, заводила жена, значит, иди сюда гуляйте. Обе ситуации разрешились мирным путем. Мужчины извинились перед волонтерами и пообещали, что больше таких эксцессов не произойдет. Поблагодарили добровольцев за труд и понимание. Главное, не животные, а люди иногда шокируют просто своим поведением. Сейчас в службе помощи четвероногим находятся более 30 добровольцев. Если у вас есть желание помогать людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, или вам самим требуется помощь с выгулом собаки, то вы можете позвонить по телефону 8-991-452-3272 или написать в группу ВКонтакте «Клуб любительского собаководства Акбар». Ресурсный центр добровольчества. Здравствуйте. С 2020 года ресурсный центр добровольчества помогает гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Привозят им продукты, лекарства, выгуливают собак. Также центр оказывает информационную, консультационную, методическую, организационную поддержку волонтерским организациям и их членам. Ресурсный центр создан вообще для того, чтобы помогать волонтерам развиваться, набирать обороты, делать более качественные мероприятия, более качественную работу. Сейчас в ресурсном центре не хватает волонтеров, а количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Сарове возросло. Это значит, что звонков в волонтерскую организацию поступает все больше. В связи с ухудшением обстановки, ну, ситуация с ковидом, требуются волонтеры, совершеннолетние волонтеры, которые будут заниматься доставкой продуктов, доставкой лекарств, вынос мусора. Также у нас есть волонтеры, которые занимаются выгулом собак. Если у вас есть желание помогать людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, или вам самим требуется помощь, то вы можете позвонить по телефону 99-113 или написать в группу ВКонтакте «Ресурс добровольчества Саров». Быть добрым просто. Ирина Вашегородцева, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. 4 февраля стартовали 24-е зимние Олимпийские игры в Пекине. Среди спортсменов 12 нижегородцев. Ребята представляют конькобежный спорт, лыжные гонки, лыжные двоеборья, прыжки на лыжах с трамплина и женский хоккей. Узнаем у сыровчан, следят ли они за главным спортивным событием года и болеют ли за земляков. Смотрите Олимпийские игры. В антреус удовольствия. Очень здорово. А за какими дисциплинами наблюдаете больше всего? За фигурным катанием. Я думаю, как многие женщины. Хоккей. Я смотрел спуск на лыжах, ну вот, горнолыжем. Вот, что еще, биатлон. Волонтерство, в общем, с ковидом боремся. Некогда смотреть Олимпиаду. Меня фигуристы интересуют. Очень здорово. Женское парное катание. Хоккей. Алифигурное катание. За Мальцева болела Артема, за нашего лыжника. Биатлон смотрю и фигуристов. Знаете, что 12 нижегородцев участвуют? Из Сарова даже кто-то участвует, знаю. Ну, конечно, мы болеем за наших. Знаете, что из Нижегородской области кто-нибудь участвует? Да, у нас лыжник наш. Знаю, что много участников, но фамилии не знаю, к сожалению. Очень приятно, что, в принципе, практически на последних Олимпиадах наши лыжники города Сарова представляют Россию. Это и Мальцев Артем, да, это и Настя Седова, это и Петр Седов. Поэтому мы желаем как нашим лыжникам в Сарове, так и нашим олимпийцам хорошей погоды, смазки и снега. Чтобы был снег гладкий при гладке и привел их к победе обязательно. Ну, а что им пожелать? Удачи? Удачи, удачи и еще раз удачи. Держитесь. Чтобы они победили, конечно, будем болеть за русских, чтобы все сложилось и мы выиграли. Удачи и успеха. Согласна. Удачи вам, сил. Чтобы всех выиграли, чтобы остояли честь сборной России. Ну, конечно, удачи, успехов и не унывать. Удачи им, чтобы они выиграли. Главное дело. Выиграли. Прямо интересных смотреть. Очень даже. Они молодцы, они стараются. Несмотря на то, что российская сборная выступает под флагом Олимпиады, ребята не теряют дух победы и продолжают завоевывать медали. Радует и саровчанин Артем Мальцев. В лыжных гонках он уже занял девятые и пятые места. И еще сохраняет шансы на пьедестал. Впереди у спортсмена гонки на 15 и 50 километров. Желаем Артему и всем россиянам удачи и побед. Спорт и теория. Казалось бы, совсем несовместимые вещи. Но студентам и преподавателям Саровского физико-технического института всегда интересно пробовать себя в новых и экспериментальных направлениях. Подтверждение тому – успешное выступление первокурсника Виталия Ангелова на Всероссийском туре Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России «Олимпизм. Олимпийское движение. Олимпийские игры». Так как я уже к тому времени выбрал эту конференцию, тема обязательно должна была связана быть с спортом. Историю спорта я не вырвал, потому что, с другой стороны, на эту тему уже есть много докладов. Разбор статистики был мне более привычен. И в итоге я сошелся на этой теме. Сначала Виталий победил в региональном этапе Олимпийской научной сессии в прошлом году. На Всероссийский тур студент представил доклад на тему «Интерес к Олимпийскому движению в статистике интернет-запросов». Виталий достойно представил результаты исследования перед строгим жюри, в состав которого вошли представители Олимпийского комитета России и ведущие ученые, доктора и кандидаты наук спортивных вузов. Он днем и ночью искал, можно сказать, копал материалы. Очень большую работу проделал, потому что это все надо было в интернете. Все это надо было найти, все надо было проанализировать, записать. Все это надо было оформить. Большую работу проделал, конечно, молодец. В этом смысле он большой трудяга. География Олимпийской научной сессии была обширная. Волгоградская, Воронежская, Московская, Псковская, Свердловская и другие области. Республики Башкортостан, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ. А сам Виталий Ангелов приехал учиться в Сарфате из Москвы. Первые 9 классов он учился в Нижнем Новгороде. Затем в 11 класс он поступил в физико-математическую школу при МГУ. Уже там он получил этот стат зрелости. И в 2021 году уже из Москвы приехал к нам на первый курс в Саровский физико-технический институт. За успешное выступление на Всероссийском туре Олимпийской научной сессии Виталий Ангелов получил диплом и грамоту Олимпийского комитета России. А его научный руководитель Марина Мачкаева – благодарность Олимпийского совета Нижегородской области. Сейчас доклад Виталия опубликовали на сайте научной электронной библиотеки и лайбрери. В дальнейшем доклад планируют представить на конференции с РФТИ «Математика и математическое моделирование». Серафим Серебин несколько лет назад приехал в Саров из Ульяновска, чтобы получить высшее образование в Саровском физико-техническом институте. Студент выбрал специальность ядерной и радиационной физики. Для того, чтобы стать участником международной программы стажировки, Серафим прошел большой конкурсный отбор. В 2020 году было отобрано около 10-20 человек со всех стран, преимущественно это европейские и арабские страны. Также, что касается России, то ОИИ является преимущественной площадкой для таких вузов, как МГУ и МВТИ. Серафим, начиная с самого первого дня стажировки, ответственно выполнял актуальную для лаборатории задачу. Результаты своей работы студент представил на общелабораторном семинаре. Доклад подготовил на английском языке, так как на таких встречах очень много ученых из других стран. Я получил высокую оценку от тех людей и ученых, с которыми я работал. Из тех личных качеств, которые можно выделить, это, конечно, в первую очередь умение учиться, заниматься самоподготовкой. И второе – это собственный научный интерес. Вот эти качества являются очень важными при таких вот практиках. Серафим получил яркое впечатление от встречи с Юрием Аганесяном, ученым, в честь которого назвали 118-й химический элемент таблицы Менделеева. Также студент посещал лекции МГУ и МВТИ. У меня сейчас есть группа студентов, которым я стараюсь передать тот опыт, который мне удалось за полтора месяца там получить. Вот первые практически научные результаты должны уже будут представлены в апреле на ближайшей конференции в Сарфте. В 2020 году в Сарфте открылась студенческая лаборатория математического моделирования физики живых систем. А в 2021 году в институте появилась возможность заниматься зондовой микроскопией. Студенты активно публикуют научные статьи. Сейчас готовимся к открытию Центра цифровых технологий, на базе которого мы сейчас находимся на территории. В рамках этого центра планируем развивать такие направления, как виртуальная реальность. Запланировали в 2022 году аддитивные технологии направления развития. И также у нас готов к открытию Центр суперкомпьютерных вычислений. Студенты активно принимают участие в различных конференциях и форумах, а руководство института поддерживает их инициативы. Браслеты и буквы на одежде девочки вышивали бисером, пайетками и бусинами вручную. А одна из участниц Театра моды «Русь» придумала собственный костюм, начиная от фасона и заканчивая деталями образа. Коллекция «Аз Буки Веди» с элементами древнерусской письменности заняла третье место на Всероссийском конкурсе детских театров моды и студии костюма «Карнавал для Золушки». А вторая наша коллекция была «Пост охраны флора и фауны». Это такой африканский экзотический озорной стиль. Эта коллекция тоже заняла у нас третье место. Сначала прорисовываются многочисленные эскизы на заданную тему. Тему обычно объявляют в начале года. Опять же, национальный конкурс «Золотая игла» не дают тему работы на год. Всероссийский конкурс «Карнавал для Золушки» прошел в Нижнем Новгороде под эгидой Вячеслава Зайцева. Мероприятие такого уровня стало первым для нового состава коллектива «Театра моды». Совместными усилиями дети и педагоги создали и запоминающиеся яркие костюмы, и интересную хореографию. Работа над коллекцией всегда требует творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи. Поэтому часто в коллекции появляются необычные детали и аксессуары – главные уборы, украшения и принты. Коллекция – это очень красиво. Мы с ней ездили несколько раз на конкурсы, выигрывали второе и третье место. Коллекция буквы «С». Смысл в том, что мы в танце как-то переплетаемся, и мне эта коллекция очень нравится. Мне понравилось делать шляпу, потому что это самый интересный момент, когда делать именно шляпу, манжеты и букву. Ну, я очень люблю шить, и мне нравится экспериментировать. Впереди коллективу Театра моды «Русь» предстоит еще одна важная работа. В марте их ждет конкурс «Золотая игла в Москве». Тема – «Великие кутюрье мира». На мероприятие театр готовит две новые коллекции. Светлана Юрунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. На конкурсе «Поющий смечок» Маргарита Левина стала лауреатом третьей степени. Девочка представила две композиции – непрерывное движение Литвинова и вальс Глера. На подготовку у Маргариты ушло около месяца. Тяжелее всего для меня непрерывное движение, потому что мне его тяжелее играть, потому что сама пьеса быстрее, чем вальс. Вальс, он такой более-менее спокойный и гладкий. Звание лауреата второй степени на конкурсе была удостоена ученица 8 класса детской музыкальной школы имени Балакирева Софья Деркач. Девушка также записала и представила на суджюри два произведения. Заочно участвовать в конкурсах Соне не нравится. Говорит, что лучше выступать на сцене перед зрителями. Для меня легче очно участвовать. Первый раз играешь, не волнуешься, получилось-не получилось, и перезаписывать не надо. И сразу все может получиться. Лауреатом первой степени в своей возрастной категории стала Дарья Синицкая. Девушка занимается музыкой 9 лет. Она пошла по стопам родителей. Ежедневные занятия на скрипке и упорство помогают Дарье достигать отличных результатов. Поскольку все проходило заочно, то выбрали мы, естественно, самую лучшую запись. Поэтому за качество своего выступления я не переживала. И все так сложилось, что получила первое место, чему была рада. Поющий смячок проходит в Нижнем Новгороде более 20 лет и имеет высокий рейтинг. Это один из областных конкурсов, результаты которого приравниваются к результатам Всероссийского. В этом году в нем приняло участие более 90 человек. Вот этот конкурс, он всегда собирает практически всех, всех, со всей области людей. Половина из Нижнего Новгорода, поэтому состав достаточно сильный. Нижний же это консерваторский город. И то, что наши дети заняли такое, ну, лауреатские места. У нас все дети заняли лауреатские места. То есть это очень хороший результат в этом году у нас получился. Еще одна воспитанница детской музыкальной школы София Лебедева в возрастной группе 11-13 лет Виолончель стал лауреатом третьей степени. Для Ксении Телегиной выставка «Вдохновение» в библиотеке имени Пушкина не первая. Читатели уже видели часть работ ученицы детской школы искусств номер 2 в прошлом году. Сейчас выставку дополнили рисунком, живописью и компьютерной графикой. Здесь можно увидеть и натюрморты в акварельной технике, и художественные этюды, и ученические зарисовки. Если вот внимательно посмотреть каждую работу Ксении, то видно, что этот человек очень такой вдумчивый, аккуратный, внимательный к деталям. Ну, у этих работ есть вот действительно свой почерк. Ну, как и у любого художника, рисовальщика, есть своя манера исполнения. В прошлом году Ксения закончила отделение дизайн одежды и ткани, поэтому на выставке есть и фантазии на тему модных образов. Работы по композиции костюма представлены как русскими народными нарядами, так и современными трендами. Все произведения Ксении Телегиной выполнены под руководством разных преподавателей – Евгении Урм, Елены Бодряшкиной, Юлии Лесиной, Марии Долиной. Вроде бы выставка скромная, то есть тут не так много работ, но работы все достойные, и они дают представление о том, как проходит обучение в нашей школе. И мы надеемся, что юные читатели библиотеки, посмотрев эту выставку и другие выставки, как-то вдохновятся. Выставка «Вдохновение» продлится в библиотеке имени Пушкина до летних каникул. Посетить экспозицию можно в часы работы библиотеки. Вход свободный. Мероприятие без возрастных ограничений. Второй год подряд библиотека имени Маяковского проводит благотворительную акцию «Подарите книгу». Ее приурочили к Международному дню книгодарения. Цель акции – вдохновить людей читать хорошие книги. Дарите люди книги, потому что хорошая книга – это лучший подарок для того, чтобы показать и продемонстрировать и ценность этой книги, и престижи чтения. Вот, собственно, весь смысл этой акции. В прошлом году библиотекари собрали большое количество книг и отправили в Розамасскую библиотеку, где литературу распределяли уже по району. А в этом году книги будут распространять по нашему городу. Часть литературы организаторы уже отдали Дому ветеранов в НЕФ. Мы будем рады принять в дар из домашних библиотек наших горожан разную литературу классиков, современных авторов, научно-популярную литературу. Не откажемся мы от детской и подростковой литературы, от словарей, учебников по разным отраслям знаний. Акция «Подари книгу» продлится до 14 февраля, включительно. Библиотека имени Маяковского приглашает всех желающих принять в ней участие. Вы можете принести в подарок книги из своих домашних библиотек. Литературу принимают в фойе библиотеки Маяковского с 12 дня до 7 вечера. Желательно, чтобы книги были выпущены после 2014 года и в хорошем состоянии. Более подробнее об акции можно узнать по телефону 99408-99410.